С единственной действующей сейчас в Барнауле вертолетной площадки, что за новым мостом, тяжелобольного до краевой клинической больницы доставляют в течение 10 минут. Но в ситуациях между жизнью и смертью счет идет на секунды и даже на их доли. Поэтому специалисты регионального Минздрава выступили с предложением построить новую площадку для санавиации в ленточном Бару в трех минутах от краевой больницы. На защиту леса сразу встала общественность. Сегодня они вышли на площадь свободы. Но ведь это незаконно. Там есть законы, согласно которым на территории городского леса можно строить. Но только при условии, если нет другого места размещения этих объектов. А у нас там поля пустуют, ради бога. Стоимость только будущего проекта вертолетной площадки около 6 миллионов рублей. Все работы обойдутся в 200 миллионов. Средства краевые. Ряд депутатов считает, что потратить их можно на другие цели. Можно приобрести более 30 машин скорой помощи новых, более укомплектованных, более скоростных, которые могли бы маневрировать спокойно по городу. Можно также приобрести современный вертолет, оснащенный санавиацией. Модели Робинсона – легкие вертолеты, которые могут сегодня приземлиться на крышу и транспортировать больного в здание. Заявленная площадь – 2 гектара по улице 6-я Нагорная. Конкретное место пока не определено, но юридических ограничений для вырубки деревьев уже нет, говорят эксперты. В кадастровой карте ленточный бор вокруг краевой больницы принял общественно-деловое значение. То есть его можно использовать и для строительства дополнительных объектов здравоохранения, чем и является вертолетная площадка. По документам это уже не лес. То есть на самом деле эти вопросы нужно было решать раньше. И главный вопрос с моей точки зрения сейчас даже не это конкретная вертолетная площадка, а стратегические решения. А дальше что? Будет сжиматься этот островок леса или нет? На сайте госзакупок продолжается поиск проектировщика. Тем временем жители собирают подписи против вырубки. Их поставило уже больше 500 человек. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.